Боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. За прошедшие сутки, 21 июня, в районе проведения операции объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских защитников нет. Об этом сообщает пресс-служба ООС. Известно, что неподалеку Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи гнутового боевики осуществляли обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Возле населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водянова противник четыре раза применял огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У «Золотого-4» противник обстреливал наши позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Железная и Луганская враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2. Отмечается, что по состоянию на 7 часов ровно утра 22 июня зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Золотого 4 оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевке российские наемники открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Маренко зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. Бла противника был вовремя подавлен средствами РЭП, ранее стало известно, что боевики обстреляли Донбасс из гранатометов и минировали территорию. Добавим, что оккупанты обстреливали украинские позиции и запускали беспилотник.